Специализированная пожарно-спасательная часть Петропавловска показала лучший результат в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия по итогам краевых соревнований. За звание быстрых и правильных боролись семь команд. Это представители пожарно-спасательного гарнизона Петропавловска и Елизова, сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России и Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. В общей сложности участие в соревнованиях приняли 28 спасателей, так как каждая команда состояла из четырёх специалистов. В Камчатском крае очень часто происходит ДТП с пострадавшими, в которых происходит зажатие пострадавших и необходимо участие спасательных подразделений, пожарно-спасательных в том числе, для эвакуации, извлечения пострадавших из зажатого транспортного средства. Поэтому разработаны определённые технологии по извлечению пострадавших, работы с гидравлическим инструментом и другие сопутствующие спасательные работы, военно-спасательные работы. Данные соревнования по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий проводятся в Камчатском крае уже порядка, наверное, десяти лет. И каждый раз алгоритмы дополняются, совершенствуются. И данные соревнования предназначены для того, чтобы пожарные спасатели оттачивали свои навыки по владению гидравлическим аварийно-спортным инструментом, спасательным оборудованием, правильному оказанию первой помощи пострадавшим при переломах различной степени тяжести и так далее. Согласно тактическому замыслу, в результате дорожной аварии пострадали два человека. У водителя перелом правой ноги, а у пассажира перелом левой руки. Участникам состязаний необходимо было оценить аварийную ситуацию, провести отцепление места происшествия для создания безопасных условий работы, определить степень травм, извлечь пострадавших из покороженного автомобиля и оказать людям доврачебную помощь. Несмотря на то, что основной задачей спасателей было оказание помощи травмированным людям, они должны были не забывать и о соблюдении требований охраны труда. Участники мероприятия должны были не только показать лучшие временные результаты, но и не навредить пострадавшим. Судили строго, ведь любая ошибка спасателя в реальности может стоить кому-то жизни. Работа пожарных оценилась по следующим критериям. Первое, это, конечно, скорость выполнения норматива, естественно, плюс правильность работы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, правильное обесточивание автомобиля, порядок перекусывания клемм, минус и плюс. Далее, естественно, очень много уделяется внимания охране труда. Это такое, как закрытие острых кромок при срезании деталей автомобиля. Это правильная работа с гидравликой, безопасная как для пассажиров в поврежденном транспортном средстве, так и для самого спасателя. Еще очень по многим критериям очень много штрафных баллов. Максимальное время, по истечению которого команда дисквалифицировалась – 45 минут. Однако стоит отметить, что все семь подразделений справились не более, чем за 25 минут. Эти соревнования нужны, в принципе, для передачи опыта, а также для повышения мастерства пожарных, спасателей. Мы смотрим на других, видим какие-то ошибки. Для чего это делается? Для более эффективной и быстрой ликвидации ЧАЭС при ДТП. То есть, возможно, возгорание, розлив топлива, а могут находиться люди. То есть, где-то зажаты, нога зажата, рука повреждена. Чтобы достать, приходится разрезать автомобиль. Очень многие вещи, которые узнаешь на соревнованиях, смотришь, то есть какие-то, акцентируешь внимание на каких-то особенно мелочах. То есть, так же, как закрытие острых кромок, когда ты можешь и сам повредиться, и можешь повредить пострадавшего, когда вытаскиваешь из автомобиля. То есть, конечно, эти соревнования помогают, то есть повышают мастерство, навыки, работать с инструментом. В итоге лидером в борьбе за первое место стала команда специализированной пожарно-спасательной части. Второе место занял Камчатский спасательный центр МЧС России. Бронзу взяла пожарно-спасательная часть номер два.